Необходимо определить ориентацию линзы на самом материале линзового растры. Это можно сделать очень просто, проведя ногтем по линзовому растру. В данном случае я определяю, что на этом материале линза расположена вертикально. В нашем распечатанном листе с тестовыми полосами, тестовые полосы имеют маленькие полосочки, которые находятся вертикально. Соответственно, мы должны наложить линзовый растр таким образом, чтобы линза у линзового растр находилась также вертикально. Однако, когда мы начинаем производить наложение линзового растр на лист с тестовыми полосами, мы обнаружим, что линзовый растр падает и не держится на этом листочке. Для того, чтобы зафиксировать линзовый растр на листе с тестовыми полосами, необходимо применить специальный аэрозольный клей, который необходимо будет приобрести. Данный аэрозольный клей необходимо нанести на материал с тыльной стороны, там, где нету линз. Линзы вы можете определить путем проведения ногтем по материалу. Если вы услышите характерный звук, значит линзы с этой стороны, где вы не будете прощупывать линзы, на эту сторону необходимо нанести аэрозольный клей. Доносится он достаточно просто. При умелом его нанесении слой должен быть достаточно тонким. Данного баллона хватит на большое количество изделий. Он также будет применяться, непосредственно применяться для изготовления стереопродукции, растровой стереопродукции. Об этом я расскажу чуть позже. После нанесения аэрозольного клея на линзовый растр, вы можете наложить его на лист с тестовыми полосами. В результате получится временная фиксация листа с тестовыми полосами с линзовым растром. В то же время вы будете иметь плотно лежащий материал на листе с тестовыми полосами, что позволит вам намного проще обнаружить кодировку, которая вам необходима. Находить правильную тестовую полосу вы можете двумя способами. Либо держать лист с тестовыми полосками с наложенным на него линзовым растром в руках. При этом необходимо будет плавно поворачивать линзовый растр вместе с полосками вправо-влево. В результате будет изменяться цвет полосы со светлого на темный. Либо вы можете положить его на твердую поверхность и производить уже тогда отклонение своего тела по отношению к лежащему листу с тестовыми полосами вправо-влево. Что также вы будете наблюдать изменение полосы со светлого на темного. Расстояние, при котором должно производиться поиск необходимой тестовой полосы, должно равняться расстоянию, при котором будет просматриваться уже готовое стереоизображение. В нашем видео уроке мы будем показывать пример с изготовлением стереофотографии. Соответственно, стереофотографии обычно просматривают на расстоянии 30-50 см. Поэтому для стереофотографии необходимо найти тестовую полосу на расстоянии 30-50 см. Каким образом правильно находить питч-тест? Когда вы смотрите на лист с тестовыми полосами, вам необходимо первоначально найти группу тестовых полос, которые являются однородными. То есть, в данном случае, верхние полосы нам не подходят, поскольку, глядя на них, мы видим одну часть полосы светлого цвета, другую часть полосы более темного цвета. Нам необходима группа полос, которые, в данном случае, являются полностью светлого цвета. После этого, когда вы обнаружите группу полос, являющихся однородными по своему цвету, из них вам необходимо выбрать более правильную полосу. Для этого вам необходимо производить смещение тела по отношению к данному листу. В результате будет происходить изменение цветности полосы. Подобного рода изменения должны происходить в правильной кодирующей полосе одновременно по всей ее длине. То есть, в данном случае, мы сейчас с вами наблюдаем несколько однородных полос. Смещаясь немного влево, мы обнаруживаем изменение цветности этих полос. Для правильной тестовой полосы эти изменения должны быть одинаковыми по всей ее длине. В данном случае, при отклонении влево на определенную величину, мы видим, что наиболее правильно работает вот эта полоса. То есть, при наклонении влево, мы видим, что изменение цветности в этой точке одновременно производит изменение цветности и в этой точке. Она меняет свой цвет с темного на белый и с белого на темный одновременно во всех ее точках по всей ее длине. Далее нам необходимо обратить взгляд на номер этой полосы. В данном случае это номер 70.24. После первичного поиска правильной кодировки и после того, когда вы найдете самую подходящую, на ваш взгляд, тестовую полосу, вам надо будет произвести повторную тестовую кодировку. Нажав опять генерируйте Pitch Test, где вы должны указать тестовый шаг уже не 0.1, а 0.01. Все остальные параметры у вас должны остаться неизменными и после этого нажать кнопку «Принять». В результате вы получите новый лист с тестовыми полосами. Однако шаг на этих тестовых полосах будет на порядок меньше, что позволит вам более точно найти тестовую кодировку. Опять вам необходимо будет произвести процесс печати и произвести процесс нахождения правильной кодировки. Затем, после того, как вы нашли правильную, на ваш взгляд, кодировку для вашего растрового стереоизображения, вам необходимо вернуться в начальный интерфейс, где будут размещены ваши первоначальные стереоизображения. Затем, с помощью кодрирующей рамки, вы можете задать размеры, необходимые для кодировки и последующей выдачи на печать вашего стереоизображения. Все величины указаны в миллиметрах. Ну, например, нам необходимо изготовить фотографию размером 15 на 20 сантиметров. Соответственно, ширину мы указываем 200 миллиметров и высоту 150 миллиметров.